Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Номер 365. События дня. Эпиграф. Иван Глета на 5.44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Я ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил в разговоре, употреблял эти слова. Не слышал, чтобы проповедь на эту тему говорил хотя бы один священник. Я не знаю, все проповеди, но где только слышал, да и просто так, видя, как отношения между людьми строятся. Это очень приятно, когда хорошие отношения. Ну, начинается где? Это родители с детьми. Родителям очень нравится, когда дети их слушаются. Дети нравятся, когда родители делают подарки, особенно бабушке. Ешь больше, спи дольше. Все, проповедь окончилась. Особенно с мужем с женой. Как они живут в мире, наши родители никогда не спорили. Неверующие, они не спорили. Я уже знаю, этот муж на 100% подкаблучник. Да, а как мы узнали? Ну, если все хорошо, то сейчас она не трогает. А как? Он лежит, говорит, на деле, толстый такой мужик. Лежит и тогда телевизор этот включает. Ну, программы там меняет, какие лежат. Она, Вова, машину давай. Встал он, пошел, машину подогнал. Все, машина есть. Отвез на дачу. Возвращается домой на диван. Опять чакнул. Все. Ну, оплодотворил. Один ребенок, остальных жена побила. Аборты, возражений нет. Только там, может быть, пирамида прокинутая. А если это муж настоящий, он бы смотрел за всем этим. Держал бы в руках и детей, и хозяйство, и... Ну, как должно быть. Вот у нас родители были совершенно неграмотные. Отец и мать вместе полкласса даже не было у них. И мы все время потом удивлялись, когда выросли. Как так? Родители знали самое главное, что нужно детям. Это труд. Никакого сюсюка нет. У нас же мама, мамочка. Этого не было, мы не знали. Считали в насмешку. Мамка, тядька, Пашка. Вот так. Название с каким-то Ка, это в простоте показано. За 11 декабря 16-го года. Еще дополнительно. Еремея 13-23. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и бар с пятна своих? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Иоанна 12-43. И вы возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Ну вот. Пишут. Миром Игнатий Тихонович. Это Сергей Пупков. Тут надо как-то написать было. Ладно. Позвонил сейчас Витя Савченко. Попросил меня записать с вами ролик. Витя переживает, что Роман Малыш сомневается в подлинности синодального перевода Библии, касательно того, что земля наша не шара, а плоский круг. Роман, насмотревшись роликой в инете, утверждает, что масоны нас дурачат, что космоса никакого нет, что Гагарин в космос не летал, что это делается для того, чтобы им на это выделялись деньги. Роман Витя не верит, но Витя надеется, что поверит вам, поэтому и попросил вопрос задать вам именно меня, а не сам задать. Я, Витя, сказал, что вы в воскресенье уже как бы ответили на это, но все же, но все же, вопрос. Как на основании Библии, предания святых отцов, церкви доказать, что земля шар, а не плоский круг, как утверждает Роман Малыш? Как доказать, что твердь это не твердь, буквально, которой звезды приклеены? Да и надо ли вообще это доказывать, если это не влияет на спасение нашей души? Но сомнение в подлинности перевода синодального – грех, с которым бороться крайне необходимо. Заранее благодарю брат во Христе Сергей Пупков. Так, третьи ездры. Ну я дальше начин говорить. Ага, 11.32. У нас ролик составлен, я сейчас даже могу показать его, смотрите. Ой, это не то нажал в Библию. Вот вчера мы, Сергей дал знать, ну и мы с ним стали беседовать, где показать где-то. А вот, вот это вот, земля наша, земной шар, и вот она где, рядом тут, можно посмотреть. Она небольшая, 22 минуты разговор, но более подробного я дать не могу. Тут все, места писания приведены и прочее. Как верит земля, там, это не имеет значения, но за синодальный перевод тут надо поговорить. Если этого нет, авторитета нет, он должен другой перевод дать, другого нет. Это означает потеря веры. Без Библии дьявол задушит. Вот так. Ну и теперь давай дальше. Третья книга ездры, 11.32. Эта голова устрашила всю землю и владычествовала над обитателями земли с великим угнетением и удерживала власть на земном шаре более всех крыльев, которые были. Видите, если это не так, то спрашивается, а почему ты не веришь этому на земном шаре? Шаром прямо называется. У Евы показывает, повесил земли ни на чем, Исаия показывает, над кругом земным восседает Бог. Посмотреть надо ролик, кто желает. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович и братья. Поклон всем. Черезвычайно обрадовался, когда увидел на канале первый ролик видеоцикла по книге Деяния. Чаял. Да благословит вас Бог на этот труд. Есть вопрос по педагогической теме. Так как у вас огромный многолетний опыт по работе с детьми. Если у мальчишки 5-6 лет выражено соревновательное начало, почти всякое действие он мыслит по-спортивному. Кто быстрее, перевеет и сам к этому стремится. В каком, с проглядом на будущее, в векторе христианской жизни, в кавычках, в профессии, это может найти свое воплощение. И что же сейчас для этого полезно делать? Ты можешь ответить на этот вопрос? Ну могу, но не сейчас, не сразу. Могу что-то такое. Ну ладно, слушай, тогда с чем согласен, не согласен. Я отвечаю. Игла. Так, тебе интересно это? Да. У тебя действие свое, это Василий у нас на аппарате стоит. Игла. Считаю, что тут вектор размышления всегда упирается в табличку «возможная ошибка». Ну давайте, даже не «возможно» поставим «а», «возможна». Опа. Ну где тут буква «а»-то? «Возможна» ошибка. Если это в Боге, для Царствия Божия, тогда сразу же и мирское оказывается под ногами. Марка 9,35. И Сев призвал двенадцать и сказал им, кто хочет быть первым, будет всех последним и всем слугою. Первым-то. Это не так, как в мире-то. Филиппийцам 3,14. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего Христа Иисусе. Филиппийцам 3,13. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забыв заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего Христа Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить. И по тому правилу жить. Подражайте, братья, и мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. 1 Коринфянам 9,24. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. То есть соревнования, быть первым, это очень хорошо, но только в духовном плане. 1 Тимофеевич, 3,8. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. Имея обетование жизни, настоящее будущее. Понимаете, по неволе хочется сказать, раз он спрашивает, ссылается на мой большой опыт. Люди, которые ничего не имеют, они прямо аж дрожат, если кто-то что-то скажет. Обычно как говорят, ну это было когда-то в апостольские времена, сегодня другие времена, экономия, это попы. Эту заразу распускают, что сегодня нельзя жить по Евангелию и ревновать об этом. А если я начал говорить, он сразу, а что вы хвалитесь, прямо аж дрожит, умирает. Почему? А его это сильно трогает. Вот правильно сказал местный митрополит, когда с нашим митрополитом встретился, с Эларионом, говорят. А почему так говорят на Игнатия? Потому что завидуют. А почему завидуют? Потому что сами ничего этого сделать не могут. Вот он стремится о детях спрашивать. Первое. Я никогда не думал о том, что первое. Я буду первым, я хочу быть первым. Я видел только одно, что надо, а этого нету. Вот старое время, ну какое старое-то для меня, 80-е годы. Увидев, какую роль играет Библия, а ее нигде не достать, достать один экземпляр невозможно было. Меня побудил Дух Божий на это. Начинал насчитать Библию, и чтобы люди могли считать. Это 11 пленок было, 89 часов, там 40 минут, там сколько. Я могу до одной секунды сказать, сколько есть. С неканоническими книгами. Я насчитал ее, а теперь у меня 15 магнитофоров, маяк 205, и пошло только гудело. И везде, везде стали брать. Отдельно Новый Завет, дальше дерзнул на больше. А раз нету, и получилось, что я первый. Не было больше, нигде, никто не распространял и не знали. И Бог сделал так, что слушается, и люди через это стали приходить к Богу, обращаться. Что самое удивительное. У меня большой был мастер по магнитофонам, помогал. Ну, Новый Завет прослушал, утром пришел, а такой, говорит, не выжмешь из него слезы. Пришел, глаза красные, я говорю, что-то я проплакал сколько. Это я послушал, вы Новый Завет считаете. Оказывается, я его считал неправильно. А я ни одного слова не добавлял. И тот первый, знаете, насчитывание его нету. Когда я вернулся из заключения, теперь уже на компьютер я заново насчитал. И в интернет зарядите, Библию, Аудио, Лапкин, вы сразу найдете. Златоуст. Один том нашел, я посчитал. Ой-ой-ой, и нигде нет. Стал искать. Второй том нашел постепенно, и все это стал насчитывать. Я даже понятия этого не было, что думать, я первый буду. Ее нету. Как говорят, первый парень на деревне, а в деревне дом один. Понимали, я первый. Раз никого нету. Дальше дело пошло уже. Двенадцать томов златоуста. Давай составлять-то каталоги, искать симфонию. И оказался первый. Почему? А никто этим не занимался. Первый не из-за того, что я хороший. А потому что нету, без рыбы, я говорю, ты рак, рыба. Вот как получается. Ну, а у вас же это дело очень аудио насчитанное. Я скажу только, что мне сказал Гедеон, архиепископ Новосибирский, потом был митрополит Ставропольский. Царство ему небесное ушел. Он говорит, когда получил эти пленки, а их переписали они на маленькие, на такие катушечки, не катушечки были, а такие маленькие, кассетки были-то. Я, говорит, за Великий пост выйду, по ограде-то прогуливаюсь, схожу и слушаю наушники. Я прослушал, кажется, три тома, кажется. Я, говорит, за всю жизнь столько не прочитал. До того он был благодарен. Вот у меня, это икону он привез, Игнатия Богоносца, львы едят. Это я, говорит, купил в Греции, мне привез, надпись была на нем какая-то. Такое дело. Дальше, жития святых. Интересно очень, даже Библию люди не знали, а жития щитименее. Это, ну, там в сокращенном виде, более расширенный вариант Дмитрий Ростовский. Я их насчитал. Самый капитальный труд выходил в Патриархии. В это время богословские труды были, выходили они. У меня они даже где-то есть. Настольная книга священнослужителей. Второй, третий том. Краткое содержание житий святых. Я сверил с теми житиями, и оказалось, что тут где-то около 147 нашел, которые у Дмитрия Ростовского не было, канонизировали после его смерти. 1173 жития, 12 книг. Я их тоже насчитал. Первый, первый, по сегодняшний день. По сегодняшний день, вот сегодня у нас, если я не ошибаюсь, уже, наверное, 13 декабря. Правильно, нет я? Да. 13, да? Ну, да. 13 декабря. По сегодняшний день, нигде в интернете я не нашел, чтобы одним голосом насчитаны были жития святых. И при том я издал их необыкновенно. Из 12 томов выбрал первый век. А на каждый день жития святых определенно пишется. Ну, поэтому первый век, пятый, десятый. Вот так вот. Я выбрал первый век из всех. Потом выбрал второй век. Это 365 дней. 365 дней я молотил каждый день фактически. Пока все не вытащил. И получилась история церкви развернутая с первого века по 20-го. И 20-го не было. Тогда нашел трагедию русской церкви, мученики 20-го века. То есть материал оригинальный. И пленки эти, они стоят на нашем... Вот если я сейчас, ну, отвлекусь немножко, показать, как это первым быть. Ну, это не касается того, кто не ревнует. Ну, вот, допустим, смотрите. Во свете Библии, это наш сайт. Православный библейский сайт. А вот здесь внизу звук и видео. Вот я нажал, звук и видео. И что здесь? Вот она, Библия. Повторно, насчитанная. Архипелаг ГУЛАГ. Аудиофайл, аудиобиблия. Вот она где. Дальше. Творение Ана Златоуса, 12 тому. Жития святых, 12 книг. Добротолюбие, 5 книг. По сегодняшний день. Григорий Едищенко, 4 книги. А там по 800 страниц с лишним. По сегодняшний день я первый. А я не стремился к этому. Я видел нужду. Великая нужда у людей, что они не знают. Нужда какой? Я стал виноград садить. Здесь разные деревья выращивать. Пшеницу на маленьком участке, как Робинзон Крузо. Чтобы накормить нуждающихся. Вот жития святых. Вот смотрите, как они изданы. Вот я сейчас ткну в него 12 книг. Открыл. И вот теперь идут. Первый век. Вот 1, 2, 3. Это означает дорожка. Дорожка. Это значит файл. Дорожка 2 часа 5 минут. Каждая вот эта циферка 12. Оно обязательно должно делиться на 4. В каждый век. Второй век поменьше. Вот здесь 12. Это означает 3 катушки были полные. Здесь 2 катушки. В третьем веке 16. 4 катушки. Ну 4 дорожки. 4 дорожки на катушке были. А вот 4 век. 48. Это означает что? Ну 48 разделить на 4. Сколько будет? 12. 12 катушек. Каждая катушка 8 часов 20 минут. А одна цифра это дорожка. 2 часа 5 минут. То есть выбрал первый век. Век это века. 365 дней. И с каждым надо было выбрать первый век. Первый. Второй. Я его не мог не знать. Около 10 раз пришлось промолотить. Это я стою. Насчитывал Златоуст. Итальянское издание. Подарил мне. Конрадюк. Отец. Архимандрит Арсений. В синонии РПЦЗ. В Нью-Йорке. Вот они идут где. А дальше что? А внизу смотрите. Жития святых. 20 век. Ни в одном житии нигде нету. Это новое. 1173 жития. А вот здесь каталог. Внизу каталог. Вот теперь я нажал. А вот смотрите сколько труда. Вот первый век. Вот оно. Первый век. Тебе видно? Нет? Вот оно. Первый век. Сколько? А вот по порядку идут они. И вот. Какой первый век? Начинается по церковному с сентября. Вот с сентября идут. Захария, пророк, мученики. Яким, Яна. А справа количество страниц. Страниц легко видеть. Большое или маленькое. Количество страниц. Вот я большое какое-то. Мария Магдалина. 38 страниц. Пятый файл. Вот. Это что? Второй век. И вот посчитай сколько строчек. Они вынесены. Они сделаны. Тут в этом разносе помог Сергей Пупков. Какой труд проделанный. Третий век. Вот они идут. Я перечислил. Вот они. Смотри. Это все жития святых. А справа это большие, они маленькие по объему. Вот это коротенькие. Это значит тут были большие. Мало этих житий на два часа попадает. Тут помельче они были. Вот. А так как каждую пленку я начинал, каждый век начинал с новой пленки, то на предыдущие, когда заканчивалось, то были свободные дорожки. И на эти дорожки я насчитывал, что настольная книга священнослужителя, откуда брал день святой жизни митрополита Григория, Анзлатоуст, а зрелище Василия Великого. Первый. Повторяю. Пленки такие были где-то? Нет, не было. Стремился я быть первым? Понятия не имею. Я видел, что нужда, и при том даже сильно не расположенные ко мне были, а с властями, как настоятель, попросил, а мне можно жития святых? Я бы слушал. Войтович, отец Николай Павлович, благочинный. То я попросил в красоте, тут у нас разбирался Шевченко Николай Олегович. И он специальные картинки из книжек вырезали там из журналов и надписи. Тогда не было этих компьютеров. Надпись из журналов вырезали, и все 40 пленок. 40 на жития святых, а на златоустах 64. Это 375 метров, длина 86-20 минут. Вот посчитай, теперь я вот показываю. Это четвертый век. Это намелькает, но чтобы увидели, как это много, мало. Это ежедневный, ежедневный труд, днем и ночью я делал. В это время у меня уходило, а сейчас по 2,5 часа, не больше. Вот, 48 Павел. Вот оно. Теперь пятый век. Вот они идут. Самое большое. Так, Иоанн Златоуст. 61. 61 страница. 61 страница. Иоанн Златоуста. Так, вот они идут. Гляди внимательно. А вот дальше 6 век. Вот я проматываю. 7 век. Вот он начинается. Перед глазами мелькает. И каждая строчка – это жития святого. 8 век. Межи мои прошли по прекрасным местам, наследие мое приятно для меня. Ни разу, никогда не думал, я первый или никого нету. Проходит десятилетие, и нигде этого нету. И оказался, я первый. Стремиться я хочу первым, не знаю. Это желание должно быть. То есть соревноваться все больше и больше, жертвовать для Бога, работать с больными, с нуждающимися. Но в то время мне об этом думать некогда было. Десятый век, вот они идут. Одиннадцатый век, двенадцатый век. Каждая строчка – это жития святых. Тринадцатый век, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый. Вот посчитай сколько. Девятнадцатый век больше не было. Вот как. Так же точно златоуста. Вот смотри, творение, оно златоуста. Вот я ткну, вот они идут. Каждый век. Видишь? Каждый век, говорю, каждый том. Вот сколько? Все делится на четыре. Восемь пленок было. Том второй – двадцать восемь. Меньше. Том третий – еще меньше. Ну и самый большой, очевидно, двенадцатый был. Том двенадцатый – это одиннадцатый, не знаю. А, там с этой. Ну вот он куда идет. Тридцать два – восемь пленок. Ну все делится на четыре. Четыре дорожки. Вот оно как. А думал ли быть первым? Повторяю, никогда. Даже мыслить я этого и не знал. А наши разные духовные книги, другие тут. Заходите на наш сайт. Православный, английский сайт. В сокровище не опишешь, какое. Я отвечаю. Знаю таких, чьи дети настроены именно на эти маяки. Быть всегда первым. Как отец Сергий в одноименном рассказе Льва Толстого. И это не всегда и почти никогда не удается даже самым талантливым. И как они переживают, плачут или покончат с собой. Очень опасная стремнина. Ну где это покончат с собой? Это не означает руки наложить на себя. Вспомните Жапатинского, Власова. Поднятие тяжести. Чем закончили? Бегун. Владимир Куц. Он даже на 50 лет, кажется, не дожил. Спился и все. Олимпийский чемпион. На 5-10 километров. В Мельбурге был. Я могу называть таких, которые по боксу были. А они все закончили трагически. Все сбитые мозги. Ты не думай, что так просто Федор Мельяненко даром дастся. Нет. Он болеет, болеет и не знает, что делать. Дальше. Нагляднее всего это в спорте видно. Посмотрите, в очарованном страннике Николая Лескова поролись за кобылу. И как один тут же и умер от порки. Если такое есть и выказывается не в кривой гиперболе, а в спокойном ошеломлении, это совсем другое дело. Как правило, эти чемпионы, в кавычках, не могут поработать на тяжелой работе, где их никто не видит. Они скисают и при малой перемене климата и пасуют. В своем поврежденном воображении уже видят себя неудачниками и пропащими. Серьезно и углубленные не могут работать. Им нужен результат сразу и весь, притом опережающий подлинное открытие. У нас по Теряевке приезжали такие, прямо там спортивные такие успехи, работать еще не хотят. Его никто не смотрит, его никто не видит. Все, он в тенечек уже лежит. Если такое есть, то ребенку нужно ставить задачи, где он не может быть первым. Чтобы он сам понял, что он взялся за совершенно невыполнимую задачу. Ну, вот у нас приехал тут один, с юга привезли его, Паша звать, фамилию не буду называть. Ну, он везде, пока, знаете, он спортивно такой подтягивается. Оказывается, где жили, у них там воды нет, он плавать не умеет. Он как огня боится плавать-то. Не как он сразу, баба, поехали домой. Все. Я тогда сказал, ты не выйдешь отсюда, пока я тебя не научу плавать. Как только он научился плавать, все, его из воды не вытащишь. То есть вот он понял, что невезде первые. Ему надо давать для пользы его, не просто так, чтобы сшибить его. У таких много завистников и врагов. И жизнь доковых может быть укорочена наполовину отпущенного им срока, или более того. Юрий Соболев. Благодарю за глубокий ответ, Игнатий Тихонович. Спаси Христос. Видите, как. Тут одна пишет, почему я ставлю вопросы, скрываю имена. Потому что я знаю, недороги наши, они ничего не умеют делать. Они бесталанные, абсолютно бесталанные. Но они тогда лютой ненавистью на меня, скрижащими зубами. И кого узнают, со мной входят в общение. Они сразу на него выходят и начинают его заливать блевотиной своей. И я просто стал скрывать их. И они теперь найти их не могут. Ну, а сатанелые, почему? Чаще причащаются. Исповедники причащаются. И сатана входит в них сразу. Это частое причащение приводит к гибели. И многие больные, немало умирает. Дальше. Грозная, что ли, Россия. Мир вам, дорогой Игнатий Дихонович. И всем братьям и сестрам с вами, спасающимися. Господь мне дал радость узнать о вас и вашей общине. И надежду стать православной христианкой по святому Евангелию. Посмотрите, вот такую награду получить что-то стоит. И везде рады нашли вас, рады нашли. На наши ресурсы, вот то, что мы ставим. Крестили меня в 14 лет дома у священника обливанием. И до силы не знала, что обманута. И таинства не совершалось. Очень бы хотела достойно приготовиться и принять святое крещение. И идти на благовестие. Если Бог благословит. Меня зовут Елена, мне 54 года. У меня четверо сыновей. Дмитрий, Тихон, Иоанн и Петр. 20 лет мы с мужем Алексеем собираем материалы о расстрельном Бутовском полигоне в Москве. Посмотрите, пожалуйста, наши фильмы. Думаю, суждение ваше будет очень полезно. Фильм называется «Молите Бога о нас. Бутовский полигон». Снимали 15 лет на свои средства. Полная наша фильмография в Википедии на имя мужа режиссера Алексей Ильюхин. Вот я не стал имя прятать, ничего нет. Посмотрим, какой будет результат. Спасибо, Христос, Елена. Если можно, рада было бы поговорить по скайпу. Накопились вопросы по прочтению Слова Божия. Видите, какая работа идет. Надо, я посмотрел, надо, чтобы, надо было, она, видимо, ну, просто забыла или как, поставить именно ссылку, чтобы только отпуткнул и все. Я вчера полазил и не нашел. Там есть другое со всеми режиссеры, всякое искал. Не знаю, почему, не нашел. Мария М. Благодарю вас. Еще в детстве, лет в 10, искала Библию в библиотеке. Так и не нашла, только критику на библейские описания. Но вера была от родителей, они православные были всегда. Дедушка перед дедой сначала молитву читал, и все праздники соблюдал посты. Но Библии ни у никого не было. Это только потом, после 30 лет, мне один алкоголик предложил Библию 1912 года за деньги на бутылку. Я была поражена. Такую книгу на пропой, на старославянском языке. А для меня это была находка. Особенно мне понравились «Премудрости Сираха». Там ведь есть руководство на всякий случай жизни. Спасибо Богу и судьбе за ваши чистые молитвы. Вы свет в окошке для людей. И слух к вам достучаться хочет. Молитва ваша за людей дает нам всем святое слово. Узнать, что дарит Бог надежду. И верить, что сегодня есть еще на свете чудо Бога. Я обязательно размещаю ваши ссылки по всем соцсетям. Видите, это новое. Сегодня ночью прислала там. Но сколько все это, что, я проверять уже не могу. Но скажу, что вот... Вот видите, опять Мария зашла. Так, это вот мой мир, в моем мире. Вот тут у меня несколько страничек есть там в интернете. Но здесь именно вот так вот, в шапке. А где с голубем, там это модераторы работают. Вот, и дают. И вот сколько сегодня выставлено. Шесть роликов, шесть в этом ютубе. Оттуда сюда переносим. Иждеяния апостолов, события дня. С Романом сидим здесь. Вот так. Вот вчера беседовали по земле. Вот о шаре об этом. С Сергеем. Вот оно выглядит где. Здесь раз, два, три, четыре, пять. Ну, еще один не вышел. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, это что-то. Я попутаю, раз уже идет, просчитать, открыть. Что тут есть? Мария, которая была. Что-то непонятно. Что это такое? Ангел со щитом. И роза. Что-то, видимо, я не рассматриваю. Что-то просто розы, святые, да? Просто, да. Что напишет? Эти ссылки последние не открываются. Какие-то там выдавали ссылки, не открываются и вот эти. Не знаю. Только ткни, любая открывается. Вот я послал наше песнопение, 41 песнопение, 41, положено на музыку. Вот думы мои, дума, смотрите, я сейчас открою, попозже. Вот я ткнул в нее. Все, открылось. Пожалуйста, дай там полный. Думы мои, думы границей, Чистой стаей разнобой. Не взирая на запрет границы, Мечутся еще и надо мной. Сталкивай память о галделых, Как могли, а что успел и видел. Думы мои, думы мои, думы не о теле, Часто в салмах царя Давида. Подвожу итог один и тот же, Смысл умеет только в Боге жить. Из Христа мороз сжимает кожу, Думами пустое пороши. Из Христа мороз сжимает кожу, Думами пустое пороши. Где они, враги мои, успели, Попробую лягу, завесой пыльной. Раз, раз, пустить обухи и оттен, Выдумки представить страшный пил. Думы мои, думы не встречный, Упирать в грудь и луновые часть. Память о прошедшем давить в плечи, Все, что было, было необычным. Подвожу итог один и тот же, Смысл умеет только в Боге жить. Без Христа мороз сжимает кожу, Думами пустое пороши. Без Христа мороз сжимает кожу, Думами пустое пороши. Где вы, отошедшие до веки, Печневые все еще живут. Шатравыми и ожогами ответим Прошлый, как вчера и нового. Строчка, усилевшая и полна, Столько воскрешается без шума. В памяти гигантская работа, Ураганом думы мои думы. В памяти гигантская работа, Ураганом думы мои думы. Подвожу итог один и тот же, Смысл умеет только в Боге жить. Без Христа мороз сжимает кожу, Думами пустое пороши. Ну, допустим, говорит, не открывается. Ну, как не открывается? Почему? Я даже не знаю. Ну, какую не возьму. По порядку даже. Давайте я самое последнее сказал. Последнее не открывается. Последнее. Может, последнее две. Может, Богоносец Игнатий. Меня обвиняют в суде, ищет вещи закон. Игнатий, так, ну, допустим, я ткнул. Меня обвиняют в судьбе. Ну, смотри, вот она и идет. Это в интернете выставлено все. Вот я по порядку открываю. Что-то крутится на одном месте. Видно, что она все загружена. Еще ее не хватает. А что это может быть такое? Перегруз какой-то или что? Попробуйте обновить страницу вот здесь. Вот отца? Выше, выше. Сюда, сюда, да. Ну, интересно. Я даже не ожидал, что так споткнется. Ну, я все проверять не мог. Ну, видно, что вот я провожу по этой, она идет. А что сделать надо? Может, перезалить это видео еще раз? Перезалить еще раз. Ну, а как, если это в интернете у нас есть? Это в интернете стоит, вот это. Это надо заново закачивать. А с чем это связано было? Благодарю. Я отступлю от этого. Это какая последняя? Меня обвиняют судьи. А вот это богоносец Игнатий. Иритики, сектанты, они идут, и как им не прийти? Они идут, и как им не прийти? Это я возвращаюсь назад. А остальные? Благая весь сетель. Так. Не спешите меня хоронить. Это надо последний посмотреть. Последний? Она последний говорит, да? Ну, может, третий с конца посмотреть еще. Ну, еще, допустим, третий с конца. Третий, вот это? Ну, да, богоносец. Ну-ка, давай. А лагеря? Лагерстан. Лагерстан, степи на навозной куче. Благодаря газетам и фильмам Известен во всем мире Что можно придумать Жиганей и круче И пенье, строенье Все шире и шире Внешне он беден У бог не казись Обшарпан дождями Прогрызен мышами Отчего же боится его коммунист? Сравните дворцы С нашими шалашами Лагерстан, степи На навозной куче Что может быть круче? Йоу! Бельги они Обзывают Курятниками Никишек, мол Здесь всех заварили постом За лето Пятнадцать Комиссионер Нас прякнули Все это А лукнется Громко А потом Над мышкою Высокою Высится крест На тонком Воздушном В шестернебесах При полной загрузке Семьдесят мест Девчонки В платочках А хлопчики При боесах Лагерстанский Бельг На навозной куче Что может быть круче? Йоу! Утром подъем От пяти до шести Сонда колодца Едва растресут На щадящей гимнастике Позевают караси За вчерашние провинности Допросы и суд Расправа Подтаемная Сеткой Как милой Кто-то смеется А кто-то И слезу прольет Боление Евангелия Колокола С переливами Бывают артисты Болеют весь день Напролет В Багерстан Степи На навозной куче Что может быть круче? Предобедом отчет О работе Разборки Опять наказание Награды Отчислить угроза Что за смех за столом? Во время работы Убрать разговоры Зеленкой заштопать Балка Выривать все занозы Что любят Кто любит купаться В кино Ратозинича Бить флокол Трижды с добавкой До отвала Все это Извертят Продажные Пираньи Газетчики Хуже татарина Лезут и лезут Когда их Незвар Лагерстан Степи На навозной куче Что может быть Круче? Нам есть Что другим Показать Не хвалясь Строгая Дисциплина Порядок И после отбоя Работают Парни Как Мужики Протрезвясь После Семидесятилетнего Паукара За пояс Глянем Кратко На девушек Чистых Пиран Крылья Голубицы Позавидуют Так От утюжины Сравните С распустом Своим Товарищи Коммунисты Какой Палеологии Выблочкой Травить Их После Ужина Лагерстан Степи На навозной Куче Что может быть Круче? Йоу! Лагерстан Наш Неспутники Видят От ангелы Сколько Слез Покаянных Заброшенный Хлеб За иголку Много Так Много Туда Злых Дурных А поганенных Давит Очень Часто Непроду Непроду Лагерстан Наш Неспутники Детям Здесь Детям Здесь Нравится Верующим Непродавно Много Растолкона Из писания Прочти Десять ударов Молково При отъезде Асана Характеристики Выданы Набирает Домой Харчи Лагерстан Степи На навозной Куче Что может Быть Круче? Йоу! Лагерстан Степи На навозной Куче Что может Быть Круче? Ну так Вот так Смотри Сколько Попутно Сказать Это интересно Голубь Голубка Ой Гимна Россия А вот Голубь Голубь Откроется Нет Откроется Все Это долго Не открывается Но это не годится Там они Есть А здесь Нет Но тут Это Она только Ссылку делает А на самом деле Это записано В интернете Как я могу его переписывать Не знаю Еще Вот она говорит А последняя Вот она Открылась А там ее Не тянет Вот видишь Открылась Пошла А тут Раз Тормозула Ну так Она крутится Видно Все такое Голубь Голубка По Библии По Житиям Святых Ну это мое Мой этот Аппарат Такой У кого хороший Ну значит Так вот Ну и показать Что у нас Еще есть Это Форум Православный Очень Большой Материал Тысяча Шестьсот Две Темы Ну и Видеоканал Видеоканал Я даже не знаю Сколько На 1 января Подсчет Делаю Сколько тут Подписчиков У нас сейчас Пять тысяч Пятьсот Сорок Три Сколько Просмотров Четыре Миллиона Шестьсот Шестьдесят Пять Тысяч Сто Тринадцать Ну вот Значит Нас К смерть Средства Масс Информации Отнесли Вот сегодня Я поставил Деяние Пособ Уже На 2 События дня К слову сказать События дня 365 дней Исполнилось Именно Вот Вчера Исполнилось Сегодня Уже Пошел Год назад Кто-то Подкинул Эту тему Говорят Таких людей Нету Это враги Вам подкинули Не знаю А что Враги Так и враги Враги Нашанеры Уже Не те Враги Они Добрые И желают Вот Две недели Рождественские После Рождества Прошло Рождественский Пост Вот Посмотрим Что и Как Смотрят На Деяние Апостолов 31 Это Неплохо События дня 37 Вот А Присчастие 37 Собрание 50 Значит Ищут Меньше Всего 12 Яна Златоуса Больше всего Роман Малыш О своем Пребывании В поселке Потеряевка 78 Это что У нас Получается Раз Два Три Четыре Пять Шесть Роликов Сегодня Поставил За один День Ну а Это я Говорил Что Во свете Библии Самое Главное Здесь Вопросы Ответы Справа Вопросы Ответы Вопросы Которые Задавали Мне Я Вел Занятия В разных Школах В техниках Университетах Милиции По радио И В письменном виде И опять же У меня все время Надо толкать было Вот Не толкни Я бы не был Переплесчиком Реставратором Если бы Меня на это Не толкнуло Тут Тогда Пятидесяти Со женщиной Я бы не стал Печатать на машинке Я напечатал Тысячи страниц Книги перепечатал Если бы Не толкнул На это Кажется Оливки На Петерим Меня обязательно Кто-то должен Толкнуть Тут как-то Стали к католикам Нашим ходить У меня сразу Два материала Вышла больших К истинному православию На эту тему И вот здесь Точно так же В истинном виде У меня бумажки были И кто-то говорит Так вы их Напечатать надо Чтобы другие Могли знать Я сумочки Я все складывал 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 Посмотрел Ну представьте Там тысяч пять Было Остальные там Повторные не стало Ну 4124 ответа Это Это немало Это на основании Библии Каждый ответ Дается На основании Что говорят Святые отцы Об этом Толкование Что В житиях святых Написано Вопрос-то задан был И что говорят Каноны И 4 параметра Это очень даже Интересно Ну вот так На сегодня все Вопрос-то задан был